Шоу на ножах – один из самых успешных проектов телеканала «Пятница». Шоумен Ивлев в рамках своего популярного шоу на ножах наведывается с визитом в различные рестораны, комментируя в них ситуацию и, теоретически, стараясь изменить ее к лучшему. Но что же получается на самом деле? Всем привет, меня зовут Антон, и в данном видео я вам расскажу, как сложилась судьба московских заведений общепита после того, как они приняли участие в шоу на ножах. Ну что, поехали! Выясним, как они поживают. Во втором сезоне шоу на ножах Константин Ивлев посетил ресторан «Кроличья нора», который находился в центре Москвы. Хозяйкой данного заведения была женщина по имени Оксана. Еда Ивлеву в данном заведении совершенно не понравилась. Посетив кухню, Константин выяснил, что она к тому же находится в ужасном состоянии. И ко всему перечисленному, еще одной проблемой ресторана было. А с другой стороны и плюсом было соседство со стадионом ЦСКА. После футбольных матчей сюда приходили футбольные фанаты. И такое соседство совершенно не нравилось обычным посетителям. Нередки были случаи, когда болельщики устраивали потасовки в кроличьей норе. Как вы понимаете, не каждый хочет наткнуться на такую компанию в ресторане, когда твоя цель – просто покушать. Плюс ко всему этому персонал совершенно не справлялся с обязанностями. По итогу программы Ивлев переименовал кроличью нору в архив. Теперь в первую очередь это был бар. Константин обновил кухню, интерьер и входную группу. И, конечно же, разработал новое меню. В итоге посетители счастливы, а хозяйка Оксана просто в восторге от работы, проделанной командой шоу на ножах. Это показали в шоу. А вот как сложилась судьба бар-архив на самом деле. После съемок хозяйка Оксана переименовала бар-архив в подполье. Стоит подметить, что до кроличьей норы это заведение уже носило название подполье. Обновленный бар был в стиле СССР. Меню было выполнено на советский лад. Ну а конец у этого заведения крайне печален. Хозяйка Оксана умерла, оторвался тромб. После смерти хозяйки на этом месте открылась кальяная. Но и она долго не просуществовала и закрылась. Ну а теперь, по просьбе подписчиков и зрителей моего канала, мы узнаем о судьбе бара Чили, который специализировался на мексиканской кухне. Данное заведение находилось в спальном районе Марина в Москве. Тут все в лучших традициях шоу на ножах. Гостей нет, обслуживание на низком уровне. Официантка не знала меню и не могла объяснить, что из себя представляет то или иное блюдо. Ахито, что такое? Ахито, ахито, ахито. А что такое буррито? Ну, я даже не знаю, как объяснить. Удивительная ты, девчонка. Еда, опять же, невкусная, по мнению Ивлева. А повара ничего не знают о мексиканской кухне. Хотя, стоит заметить, согласно отзывам, в службах по доставке еды Чили готовили вкусно и клиентам нравилось. Владельцем данного заведения был мужчина по имени Арман. На момент съемок ему было 27 лет. Кроме бара у него была компания по финансовому консультированию и автострахованию. Вот такой предприимчивый мужчина. Но вернемся к бару и Константину Ивлеву. После переделки Ивлева заведение сменило название с Чили на «Вы просили, мы налили». Но больше всем этот выпуск запомнился тем, что Константин полностью избавился от кухни. В меню были представлены коктейли, в основном безалкогольные. Я сделал тебе классический бар, в котором упор стоит на безалкогольные напитки. Орешки и больше ничего. Я уверен, что многие из смотревших испытали шок от такой ленивой смены концепции. Вот и хозяин данного бара был, мягко говоря, обескуражен. От такой бездарной переделки и всячески высказывал свое возмущение. Не понравилось тебе, да? Не зашло тебе? Очень просто, на мой взгляд. Для меня, допустим, это стыдно. Если мой гость приходит, единственное, что я могу предложить, это орешки с разными вкусами. Вы можете представить себе где-либо бар или кафе, кроме этого шоу, где в меню будут преимущественно безалкогольные коктейли и арахис? Абсурд, не правда ли? Давайте разберем эту смену концепции более подробно и немного порассуждаем. Я предполагаю такую ситуацию, что Ивлев посчитал поваров данного заведения крайне бездарными ребятами в плане готовки. Но можно в меню было ввести хотя бы пару бутербродов. Под бутербродами я подразумеваю гамбургеры, сэндвичи и подобный фастфуд, который может приготовить практически любой человек. Тут даже кулинарного образования не понадобится. При том, что такую быструю еду любит масса людей. Не знаю ни одного человека, который пошел бы в заведение, где из меню представлены одни орешки. Даже если цель этого человека выпить. А вы бы хотели посетить такой бар? Напишите только честно в комментариях. Я с большим удовольствием их почитаю. По моему мнению, туда можно заглянуть только с целью умереть от смеха при виде такой концепции. Как гостям орешки? Орешки не распадают. Да, да, с орешки. Молодец. Но на самом деле я предполагаю тут дело в следующем. Шоу на ножах по большому счету не заморачиваться с новыми идеями. Чтобы спасти заведение от закрытия. И оно стало мега успешным. В первую очередь это шоу и им важны рейтинги. Думаю, своей главной задачей по спасению заведения общепита, они подразумевают то, что выпуск увидят миллионы людей. А над концепциями, кто их там придумывает, Ивлив или творческая группа шоу, я не знаю, не сильно беспокоится. Главная цель для нового формата заведения предложена Ивливу. Не то, чтобы она спасала очередной ресторан, бар или кафе. А чтобы запомнила зрителям и увиденное на экранах вызвало эмоции. Положительные или отрицательные – это не столь важно. Вот по этой причине в шоу и появляются безумные концепции от шефа всей Руси, где кроме орешков он ничего предложить якобы не смог. И надо отдать им должное. У них это получилось. Меня в комментариях ни об одном заведении шоу на ножах так активно не просили рассказать. Но давайте же узнаем, как прижилась эта необычная концепция. Естественно, навряд ли кто-либо из владельцев хотел бы поработать по такому формату, даже от Ивлива. Вот и хозяин этого бара не захотел и не стал. После съемок вернули старую концепцию и название. Неудивительно. Да и правильно. Рекламу о телеканала «Пятница» они получили. А на одних орешках далеко не уедешь, как бы ни старался. А вот обновленную барную стойку от Константина они оставили. Какое-то время после съемок бар довольно-таки успешно функционировал. Там постоянно проходили мероприятия и вечеринки. А затем страницы бара в социальных сетях перестали обновляться. Все потому, что бар закрылся. На данный момент на этом месте работает новое питейное заведение. Кстати, помимо бара Чили, владельц еще закрыл свою компанию. По финансовому консультированию и автострахованию. Которая находилась по тому же адресу. И кто знает, возможно, когда-нибудь Чили еще откроет свои двери для посетителей. Но уже по другому адресу. Друзья, как вы считаете, если бы хозяин бара Чили оставил концепцию, предложенную Ивлеву? Ту самую с орешками. Дожило бы оно до наших дней. Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Также туда же черканите, а про какие рестораны и шоу на ножах рассказать в следующем ролике. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы не сделали этого ранее. Ведь дальше будет еще интереснее. До новых встреч!